Теперь нам говорят, война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию, и нас заранее предупреждают, не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, вмешаетесь будете защищать, вот такие-то новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому. Первый вариант, на который мы должны реагировать и что-то, думая об этом, что-то делать. Второй вариант – это в целом создание, я уже говорил это в своей статье, создание на этой территории такой антироссии с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населения. Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить, жить дальше, всё время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены. А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопроса в Донбассе, вооружённым путём, и, кстати говоря, по Крыму, крымскую платформу-то зачем поддержали? Если так в кулуарах говорят, ну ладно, с Крымом всё, нет, толкаю это туда тоже. Но мы же должны думать о перспективах обеспечения своей безопасности даже не на сегодняшний день и не на следующей неделе, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Всё время с оглядкой, что там будет и когда долбанут? Это серьёзный вопрос. Вот мы сейчас говорили о планах наших инфраструктурного развития, социальной политики, здравоохранения. Ну, чего это всё значит, если это всё приведёт к конфликтам, о которых вы сейчас спросили? Но это не наш выбор, мы этого не хотим. Именно поэтому я ответил на предложение президента Байдена, который в телефонном разговоре предложил назначить ответственных представителей для того, чтобы вести переговоры по вопросам стратегической стабильности. Ну, ясно, что один из важнейших элементов сегодня – это стабильность и безопасность, обеспечение безопасности вот на этом участке, на этом направлении. И мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому, без всяких хитростей, мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне, они должны нам что-то ответить. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. Значит, и американские партнёры нам говорят о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров, к самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдёт именно по этому пути. Продолжение следует...